Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, очередной выпуск передачи «Открытая политика права». И сегодня поговорим о таком важном понятии, как сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Для многих людей будет интересна эта тема в том разрезе, когда прерываются сроки давности привлечения к уголовной ответственности, потому что каждый из нас, к сожалению, может оказаться в розыске, о котором мы даже можем и не знать. Итак, начнем. Что такое сроки давности привлечения к уголовной ответственности? Уголовным законом, ну это уголовный кодекс, установлено такое понятие, как сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Это есть срок, по истечении которого лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. Но если даже уголовное дело было возбуждено, то лицо освобождается от наказания, либо вообще от уголовной ответственности, если само попросит его освободить. Для преступления небольшой тяжести это 2 года, для средней тяжести 6 лет, для тяжких 10 лет, для особо тяжких 15 лет. Ну и есть у нас преступления, на которые сроки давности по сути не распространяются. Это преступления особо тяжкие, за которые установлены санкции в виде пожизненного срока отбывания наказания. В этом случае срок давности не применяется, ну точнее он применяется по усмотрению суда. Ну, значит, можно сказать, не применяется. И что вот здесь важно? В общем, про эти сроки-то, наверное, почти все знают. Но очень есть интересный момент в уголовном законе, исключение из правил. Оно гласит, что если лицо скрылось от органов следствия или правосудия, то срок давности не течет. Ну и, соответственно, после того, как лицо будет обнаружено, найдено хоть через 10-15 лет, это лицо будет привлечено к уголовной ответственности на общих основаниях. Как будто вот этих сроков всех не произошло, не текло. Но что получается на практике? С этим неоднократно столкнулся ваш покорный слуга. Как всегда у нас идет извращение закона, как всегда идет беспредел. А заключается он в следующем. Возбуждается какое-то уголовное дело, обоснованно, не обоснованно, тут сейчас не важно. Ну и имеются сведения, например, ну или обоснованные, опять же, не обоснованные, что к преступлению причастно такое-то лицо. Следствие и оперативники ничего не делают. Делают заволокители. Ну и следователь потом, чтобы оправдать свою волокиту, приостанавливает производство по уголовному делу со ссылкой на то, что потенциальный фигурант, данные которого известно, скрылся от правосудия, беглецом стал. На этом основании выносят постановление о розыске обвиняемого, предъявляют заочное обвинение, материалы направляют в уголовный розыск для объявления в розыск, приостанавливается производство по делу, выставляются или не выставляются сведения об официальном розыске. Оперативники также могут халатно отнестись к своей работе и розыск не объявить. И человек фактически только на бумаге вообще в розыске. И вот живет себе спокойно такой человек, может, 5-10 лет. Розыск его, разумеется, никто не осуществляет, кому-то никому он не сдался. И вот случайно лет через 5-7 человек узнает, что он находился в розыске. Обратился в какой-то государственный орган, и там выяснилось, что он по базе МВД, по базе информационного центра находится в розыске. С удивлением это обнаруживает, обращается к адвокатам. И вот здесь начинается самое интересное. И адвокаты, и представители правоохранительных органов ему заявляют о том, что, дружок, у тебя срок давности привлечения к уголовной ответственности не истек, хотя на самом деле он истек, допустим, 2 года или 6 лет прошло, потому что ты скрылся от правосудия, а тот, кто скрылся от правосудия, как я уже говорил, не подлежит освобождению в связи со стечением срока давности. Но заблуждение здесь в том, что понятие розыск и скрылся не тождественно. Считается, потому что считается, что лицо скрылось только тогда, когда оно знало об уголовном преследовании, то есть о факте возбуждения уголовного дела, и намеренно в связи с этим скрылось, переехало в другой город страны, либо вообще покинуло пределы страны. Вот тогда считается, что лицо скрылось, и тогда срок давности уголовного преследования перестает течь. А если лицо ничего не узнало, не знало об уголовном преследовании, и в связи с этим поменяло место жительства, а может и не поменяло, жило там, где и всегда жило, никто его на самом деле, никому не был интересен, потому что розыск был только на бумаге, да, либо даже уехал в другую страну без знания того, что в отношении него там какие-то следственные мероприятия организованы, и он будет фигурантом уголовного дела скоро, то в этом случае сроки давности не перестают течь, так как лицо никуда от органов следствия и правосудия не скрывалось. Я столкнулся вот с такой ситуацией года полтора назад, обратилась девушка из Екатеринбурга, которая с удивлением для себя узнала, что 8 лет она находится в федеральном розыске, хотя ни от кого не скрывалась, об уголовном преследовании не знала, ее действительно вызывали в полицию, провелись неопределенные следственные действия, потом дело заволокитили, то ли оно потерялось, это дело, то ли просто халатность банальная, но почему-то через года два ее выставили в розыск, и вот таким образом она спокойно жила, не по адресу регистрации, никто ее не искал, а через почти 8 лет она обратилась за заменой паспорта заграничного, где узнала, что она оказывается находится как опасный преступник в федеральном розыске. Пришлось доказывать неправоту органов, через прокуратуру, через руководство МВД признали необоснованным, незаконным вообще решение следователя о ее розыске, всех наказали, розыск отменили, уголовное преследование прекратили за стечением срока давности преследования. До меня адвокаты ей объясняли, что ты, подруга, находишься в розыске, и, следовательно, не можешь быть освобождена от ответственности. Но, как я еще раз повторюсь, розыск и скрылся, это не тождественные понятия. Я думаю, эта информация будет важной и полезной для населения нашей страны, потому что, к сожалению, фигурантом уголовного дела может у нас оказаться каждый, вне зависимости от того, совершал ли он какой-то уголовный проступок или нет. Подписывайтесь на наши социальные сети и будете всегда в курсе важных юридических новостей. Субтитры создавал DimaTorzok